Здравствуйте, дорогие товарищи соратники! Сегодня хотелось бы поговорить о нашем движении за новый социализм и объединении левых сил, о которых много говорится, но, к сожалению, слова не превращаются в дела. Я пытался объединить Платошкина и Грудинина, три часа простоялся в хозе имени Ленина у конторы Грудинина, пытался дозвониться, пробиться, но не получилось, без обид. Но такие попытки у нас были и на съезде НПСР, который проходил в совхозе у Грудинина. Здесь уже полтора дня находимся, и тот, кто первый приехал, мы этот вопрос очень сильно обсуждали, он действительно острый. Мы объединяемся или начинаем друг другу предъявлять какие-то претензии. Я был в штабе и НПСР, и в штабе коммунистов Новосибирска. Ну и наши показатели, ну я считаю, мы в десятку вошли регионов, которые за Павла Николаевича Грудинина дали свои голоса. Но прежде чем перейти к этому, у меня большая просьба. Патриоты очень эмоциональные люди, то есть вот действительно сердце болит, и вот это все лезет. И мы пока всем сегодня. Чтобы мы больше сделали, давайте эмоции куда-нибудь немножко спрячем, а вот мозги включим, что нам действительно дальше делать. Мы хотели, чтобы на этот съезд пригласили Платошкина, но руководство на ПСР тоже не стало приглашать его на съезд, считая его сначала американским шпионом, а потом проектом Кремля. Все это не дает нам возможности действительно объединить левые силы. У каждого находятся свои аргументы, у каждого находятся свои амбиции. И даже мероприятие, которое проводил Зюганов по объединению левых сил, где присутствовали практически все, о чем-то договорились, но потом эти договоренности ушли в песок. Обиды, амбиции. Но это наверху. А я считаю, что мы должны и обязаны объединяться на горизонтальном уровне внизу. Как бы сегодня не ругали КПРФ, Зюганова, как бы не предъявляли к нему какие-то претензии, другой у нас партии, такой, будем говорить, законно образованной, которой уже не запретишь, у которой есть свои возможности, почему мы не можем объединить вокруг КПРФ людей, достойных и вместе, единым фронтом, идти в борьбу к сегодняшним режимам, которые специально вводят наши ряды своих представителей, которые, пользуясь нашей неопытностью, пользуясь нашим разноголосием, еще больше вносят смятение в наши ряды и пытаются искать какие-то недостатки в каждом движении, на этом заострять внимание. Мы тоже собирались в Новосибирске с представителями НПСР, и сначала у нас разговор пошел как раз в русле, а почему у вас так, а что это за новый социализм, а вот должен быть идейный социализм, и так далее. Но в конце концов восторжествовала здравая идея, и мы написали буквально 15 пунктов, против которых ни та, ни другая сторона не возражали. Это и отмена пенсионной реформы, это и левый поворот, это и независимые суды, это и здравоохранение, это и образование, и так далее по списку, где у нас нет никаких противоречий. Вот на этом мы и должны объединяться. А спорить о том, кто сегодня пролетариат, какие категории работников входят в это понятие, и есть ли вообще этот пролетариат, мы можем долго и бесконечно. Поэтому у нас есть основы для объединения, и нам нужно объединяться. Те же коммунисты говорят, что это там Платошкин придумал какой-то новый социализм. В споре с коммунистами я попытался ихними же словами показать, что нету здесь никакого спора. Вот, например, программа Коммунистической партии Российской Федерации. Стратегическая цель партии построение в России обновленного социализма, социализма 21 века. Чем он, скажите, пожалуйста, отличается от нового социализма Платошкина? Ведь дело не в формулировках, а дело в основе. Поэтому я призываю всех нас, левые силы, давайте объединяться, если не могут верхи, давайте на нашем уровне объединяться, давайте не искать соринку в чужом глазу, а давайте вместе делать одно общее дело. А оно у нас большое предстоит в 21 году, выборы в Государственную Думу. Мы немножко набрали опыта по Конституции, по выборам местные советы, поэтому к этой дате, которую объявят по выборам Государственную Думу, мы должны подготовиться еще лучше. И все возможности у нас для этого есть. Просто Единая Россия уже не сможет пользоваться той атрибутикой, теми словами, которых она много говорила, что все, народ будет жить хорошо и счастливо. Но народ уже не обманешь. И поэтому у них, как весенний снег тает, их популярность, их зомбирование через средства массовой информации, которые полностью находятся в их руках. К сожалению, в самом движении у нас происходят некоторые вещи, которые не дают нам сосредоточиться на главном, и которые разделяют наше движение на некоторые части. И основа для этого есть, она была заложена с самого начала, когда Московский штаб пытался назначать своих командиров в регионах, но потом, когда люди уже влились в движение, и это движение стало становиться массовым, Московскому штабу необходимо было бы перейти на демократический способ избрания руководителей, избрания штабов, чтобы снизу поднимался народ и сам выбирал себе вожаков, сам оценивал, кто чего стоит, кто может объединить, а кто может просто перед Москвой показывать цифры хорошие, показывать, что есть какая-то работа, а на самом деле этой работы не было и нет. И вот этот водораздел между армией, которая действительно назначается, и где есть в единоначале, и где все подчинены командиру, и демократическим народным движением, как у нас и называется, движение за новый социализм, это народное движение, это не армия. И здесь народ сам может решать многие вопросы. И как говорил Ленин, государство сильно сознательностью масс, и именно снизу это все должно идти, но, к сожалению, этого нет. К сожалению, получилось так, что наше вроде бы народное движение стало движением одного человека, который ездил по городам, поднимал народ, но как этого человека посадили под домашний арест, все движение сразу превратилось в какое-то аморфное состояние. И только лишь потому, что штаб, который у нас в Москве существует, не стал создавать в этих условиях новые формы работы, не стал опираться на низы, а все движения превратились в кормление голубей и еще какие-то незначительные дела. 21-й год уже выборы в Государственную Думу. К сожалению, пока мы не слышали на этот счет с московского штаба никаких понятных мероприятий, никаких организационных мероприятий. Поэтому не надо надеяться на Москву, а надо надеяться на себя. Нужно выбирать себе руководителей, создавать ячейки, все программные вещи, Платошкин уже сказал, они у нас есть, а как работать на местах, многие уже сами знают. Поэтому есть предложение в региональном масштабе собирать конференции, собрания, обмениваться опытом, вместе выпускать ролики, обмениваться этими роликами по разным регионам. У нас много работы, а где мы найдем сейчас кандидатов, депутатов в Государственную Думу? Это легко сказать, а попробуйте найти человека, который убеждение имеет, который независим и который смелый, который может пойти действительно на амбразур. Таких людей осталось, к сожалению, мало, потому что власть сделала все возможное своими законами, а ведь мы хотим по закону действовать, а эти законы сузили наши возможности до минимальных, то есть сегодня больше двух не собираться. Уже одиночные пикеты стали для власти болезненной формой проявления гражданской активности. Очень хорошо, что снизу идет уже этот процесс. Представьте, какая бы сила была, если объединить за одним столом Грудинина, Левченко, Шевченко, Семина, Павла Иванова, Спицына, Колпакиде, Ивашова, Караулова, Потапенко, Фурсова, Глазьева, Делягина, Хазина. Это только небольшой список тех людей, которые, по сути дела, идеи справедливого общества продвигают вперед, и те, которые борются с тем несправедливым нашим государством, которое создали олигархи. А для того, чтобы определить, кто есть кто, есть очень хорошее четверостище про таких людей. Поскольку сами мало понимают, все умные за глупость принимают. Для добрых дел их руки коротки, зато длины их злые языки. Таким образом вы можете определить, кто с нами, а кто против нас или сидит на диване и рассуждает о светлом будущем всего человечества.